Матфея, 18 глава, в этом стихе, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Это Иисус, который это сказал учениками. Они могли бы отвечать ему, мы уже обратились к тебе. Я понимаю, что это понятие «обращение» в Иисусе имеется в разных степени. Тот человек, который с первого как-то обратил к Иисусе, надо еще вас обратить. И это как лестница, где есть разные уровни. И безусловно, здесь Иисус так имел в виду, что вы уже пришли ко мне, вы уходите со мной, но вам надо еще обратиться и становиться как дети. И дальше он сказал Петру, особо Петру, что тебе надо обратиться, и когда ты обращенный, тогда ты будешь укреплять свои братья. Получается тогда, что Петр не совсем обращен к Иисусе. И это уже дальше в Евангелии Иисус это сказал. Итак, в нашей духовной жизни, я считаю, что есть разные уровни духовности и духовного развития. Чаще всего люди сомневаются об необходимости перекреститься, если они приняли как ребенок крещение. Я думаю, что об этом не надо переживать, потому что у каждого есть свое время. И у нас все есть разные уровни духовного роста. И я считаю так, что это все-таки так, что как взрослый человек надо это принять. И когда мы сами для себя сможем покаяться, верить в Евангелие, решить для себя мой путь, который я хочу. Ничего плохого, что какой-то добрый родитель или крестник это сделал и для нас. Вот слава Богу, что кто такие заботливые для нас. А уже как взрослых людей нам надо тогда дальше, вот, выше, так как Бог показал нам. Иисус сказал в 6 стихе, а кто соблазнить одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мелочные жернов на шею и потопили его по глубине морской. Как мы сможем соблазнить человеку? Через того, что мы ведем человеку в греху. Опять мы, наверное, сомневаемся, что я могу так, кто я. Нет, я не умею соблазнить человеку. А как я часто говорю, я повторяю, у нас есть гораздо побольше значения, чем мы у нас представляем. Через наши примеры мы на самом деле сможем внести человеку в грехе. Мы сможем соблазнить человеку из-за того, что наш пример является тогда для него ободрением в этом путь. Итак, Иисус сказал, что это страшный грех, если мы так сделаем. И он использовал тот метафор, что лучше для такого человека, если бы повесили ему мелочные жернов на шею и потопили его во глубине морской. Мы посвящаем тот же самый фраз, дальше в Откровении, когда читаем, что это является судьба Бавилона. Такой грешной системы, которая совсем против Бога. И Иисус имел в виду, что если ты так делаешь, если ты будешь соблазнить одного из малых псих, тогда это вполне так, как ты сам Бавилона. И это довольно жесткий язык, который он использовал. Это для него страшно, если и мерзость, если мы будем соблазнить человеку. Человек, который хотел как-то жить по-духовному, и мы обдравим тот человеку по-другому. И восьмой стих, если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебе, отсеки их и брос от себя. Если кое-что в твоем жизни соблазняет тебе, он в предыдущем стихах говорил о том, чтобы соблазнить другого человека. Одного из малых стих. Я думаю, что он имел в виду, что если ты будешь соблазнить другого человека, тогда ты сам себе соблазнился. Итак, если есть кое-что в твоем жизни, которое является камень преткновения для другого человека, это и тоже для тебя тогда камень преткновения, и надо это бросать от себя. Но он как раз сказал, что лучше для такой человек, если он будет брошен во глубине морской, брошен в осуждении. Я думаю, он имел в виду, что надо смотреть на свою жизнь и изолировать тех слабостей, тех моментов, которые мы признаем, что да, это грешно. И что значит брос от себя, чтобы ты не будешь брошен в огонь вечный, то есть в вечную смерть, судном ген. Я думаю, это значит, нам надо сам себе испытывать и понять, что да, та привычка, которая у меня есть, это очень вредно, это очень плохо. Не только для себя, а для других. Хотя, наверное, мы не сможем до конца достичь соврещенства, мы сможем это бросать от себя в том, что мы признаем, что да, это на самом деле следуется на вечном осуждении. Я с этим согласен. Господи, окажи, пожалуйста, милость и благодать ко мне. Но я признаю, что это грешно, что это достоин такое поведение, которое я сделал или сделаю, это достоин вечного осуждения. Я с этим согласен, Господи, я согласен. Это, по-моему, значит бросать от себя рука твоя или нога твоя. То есть нам надо смотреть на нашу жизнь и сам себе понять, что да, это сейчас не то. Хотя я не могу это бросать, как сказать, вот, все равно я признаю, что это грешно, что это достоин вечного осуждения. Я согласен. Я такой интерпретации предлагаю. И опять он вернулся к этому вопросу, согласен одного из малых стих в 10 стихе. Потому что он сказал, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Значит, у каждого человека есть какой-то ангел-хранитель. Это вполне правильно. Тут понятие, которое есть. У них, которые что, есть ангел-хранитель. Есть. Для каждого человека. Помните, когда Петр был в тюрьме, и весь церковь молилась для него. И фактически он освобождался от ночи, и пришел к ним поздно ночи, стучил на двери. И девочка там смехала, бегала с радостом, сказала всем, Петр здесь, на улице. Он стучит на дверь. Нет, они сказали, не может быть. Не может быть самому Петра. Это вроде его ангел. Тогда даже у них в первом веке было такое понятие, что у каждого человека есть ангел-хранитель. И не только ангел-хранитель, а ангел, я сказал, представитель, который представляет нам перед Богом, смотря на самом лице Отца Небесного. И вспоминая это, это как-то помогает нам немножко уважать людей. Потому что уважать, уважение для другого человека, кажется, для нас всех сложно. Мы слишком скептически, что да, тот парень. Он, да, я знаю, кто он. Она, ну да, я знаю, как она. Ну, фактически, у этого человека есть ангел, который смотрит прямо на лице Отца Небесного. У тебя есть тоже, но у этого другого человека есть и тоже. И поэтому, понимая это, естественно, четко написано об этом, что у нас есть такой ангел. Значит, мы будем как-то более уважительно к друг другу относиться. Он объяснил в 12 стихе. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившиеся? Ответ к этому вопросу, будет ли он так и делать? Я думаю, что ответ к этому это нет. Потому что в практике, если потеря, есть лишь один процент, это неплохо. Если ладно, то овец есть, то потеряешь один, но ладно, так и есть. Ответ к этому вопросу, он сказал, как вам кажется, как мне, как Данклин, как мне кажется, ответ к этому вопросу это нет. Если бы у кого сто овец, одна из них заблудилась, на самом деле поставил бы 99 и пошел бы искать тот один? Я думаю, вряд ли. И те притчи Иисуса начинаются так. Какой-то рассказ, который мы сможем представить, представленные истории, рассказы. И всегда закончится кое-что необыкновенное. И тот дол нереально старт. Тот нереалный момент, это в том, что тот человек оставил бы 99 и пошел бы за одного. И тот дол нереальности в каждом притч, по-моему, является какой-то указатель для нас, к значению, к интерпретации. Именно в том, что вот здесь он имел в виду, что да, Бог такой, человек так не сделал бы. Человек думал бы, да ладно, это неплохо, 99, хороший, ладно, один куда-то ушел, да ладно, так и есть. А разве? Он так сделал бы, оставил бы 99 в горах и пошел бы искать за предыдущиеся. Да, Иисус и Бог так и делают, а мы так не сделали бы. То есть для них каждый человек имеется какую-то значительность. Если человек уходит от него, он не думает, да ладно, но есть в этом зале, скажем, 100 человек, да ладно, один дальше не приходит сюда, ну да ладно, это неплохо, 99 все равно пришли. Нет. У Иисуса нет такого подхода. Для него каждый человек является значительным. И это чудесное ободрение для нас. Что он будет поискать человеку до того, что он найдет. Пятнадцатом. Если же согрешить против тебе брат твой, пойди, обречи его. И так далее. Если он не будет слушать, тогда в семнадцатом стихе скажи церкви, а если и церкви не послушать, то доводит он тебе, как язычник и мытарь. Хотя, как Иисус сам относился к язычникам и мытарям? Он кушал с ними. С теми, которые вообще плохие, считали у евро, как-то, ну, неспасаемые. Он был в общине с ними. Садил с ними, покушал с ними. И в первом веке, в рамках первого века покушать с человеком, значит, ты принял тут человека. Для им это очень чувствительный вопрос. С кем ты будешь преломать свой хлеб? На чьей столу ты будешь сидеть? Для нас это ни при чем. Кто со мной на столу? С кем я буду кушать? Это ни при чем. А для им это очень значительно. Потому что они поняли, что вина как-то происходит через связи с человеком. Если я буду сидеть с этим человеком, покушать с ним, значит, я как-то виновен за его греха. За его, ну, грех. А Иисус совсем по-другому. Итак, я чувствую здесь в какой-то мере сарказм. Или второе значение, скажем так. Когда Иисус сказал, ну, ладно, если вы будете цель и процесс делать с человеком, и не получается, то пусть он тебе, как язычник и мытарь, как Иисус относился к этому, очень положительно, общался с ними, принял их. Но дальше он сказал в 15 стихе, если согрешить против тебя прав твой, то вы сможете такой-такой процесс сделать. Но Петр пришел к нему в 21 стихе и сказал, сколько раз прощать брату моему, согрешающему, против меня. То 7 или раз. Петр думал, ну, ладно, я понимаю тебе, Иисуса, да, ты так это объяснил. А я могу показать выше уровень, я могу просто ему простить. А сколько раз в день? 7 раза. Иисус, я уверен, с улыбкой, 22-й сказал, да, нет. Нет по 7, но 7-й, 70-й раз. То есть Иисус имел в виду, прости Ему без ограничений. Если это значит 70 на 7, получается 490. В другом Евангелии написано, что он спросил, сколько раз в день прощать брату моему. Если 490 раз в день брат твой пришел бы к тебе, говоря, ой, я извини. Я бил тебе, ой, прости меня. 490 раз в день, его покаяние искренне, конечно, нет. И так, когда Иисус сказал, что, ну, 70 на 7, я понимаю, что он имел в виду не 490, а вообще без ограничений. Если мы будем так простить человеку столько, это значит, что его покаяние, видимо, не искренне. Я думаю, что Иисус просто имел в виду, прости человека и не обратив внимания на тот вопрос и искренность его покаяния. Ну, в 15 стихе он сказал, если согрешить против тебя брат твой, то вы сможете обличить его и делать всякие это процессы. И дальше он сказал, кажется, по-другому. Если согрешить против тебя брат твой, то прости ему 490 раз или 70 на 7 раз в день без внимания на искренность его покаяния. Это так, как Иисус имел в виду. Когда он сказал, есть такой процесс, обличи его, потом возьми с собой, еще братья, потом в церковь, и потом, ну, до свидания. Он это все как-то сказал, чуть с сарказмом. Что да, вы сможете так делать, но рекомендую простить тот человеку без обращения внимания на вопросы искренне с его покаянием. Просто прости. И так он имел в виду, что когда человек согрешает против нами, у нас есть выбор. Мы сможем обличить его и начинать с ним вообще, ну, я буду все по закону с тобой, и в конце концов, до свидания. Или мы сможем просто простить человеку без ограничения. И я думаю, что он так имел в виду. Он дал нам выбор. Да, ты сможешь обличить и так далее. И, конечно, у нас есть такой выбор. Мы сможем так делать, обличить. Если не получается, то сообщить другими и, в конце концов, до свидания. Или мы сможем простить без ограничения. А как мы будем выбор? Ну, Иисус сказал на горный проповедь, что так как мы будем простить, то есть, согласно качеству нашего прощения другого человека, это точно, так как Бог будет нам простить последний день. И так, если мы будем требовать от человека покаяния, и он покается, хорошо, я буду тебе простить, хорошо. Так мы будем прощены, с самого конца, когда мы будем стоять перед Иисусом. То есть, он будет только дать нам прощение, если мы покаялись. А у нас есть столько грехов, которые мы вообще не забыли, и поэтому не покаялись. Или грехов, которые мы пока не признали, но не поняли, как грех. Может быть, что человек даже принимает крещение, и только после 10 лет он понимает, что, ой, это то, что я сделаю, это очень грешно. Ой, Господи, прости меня. Но мы тогда как-то ожидаем от Бога полное прощение за все грехи. Даже тех грехов, которые мы не понимаем, что это грех. Тех грехов, которые мы вообще сделали и забыли. А если мы так хотим получать прощение, просто вообще, от Бога, тогда получается для нас, что в этой жизни важно, чтобы мы будем простить другие без требования покаяния. Конечно, если человек нам зло употребляет, это очень сложно. Конечно, я понимаю, что это очень сложно. Ну, можно простить человеку, но это не значит, что мы будем доверять тот человеку. Доверие и прощение – это две разные вещи. Сможем простить без требования покаяния, но это не обязательно значит, что мы будем поэтому ходить с этим человеком, жить с этим человеком. Не обязательно значит, что мы будем доверять тот человеку. Нет. Но простить, я считаю, что это необходимо. И он закончил с этим притч. Был человек, который должен был царю 10 тысяч талантов. Это так, как миллиардов в нашем банках. И, конечно, в вопрос вникает, как получилось, что маленький раб имел такой огромный колоссальный долг. Разве тот царь не знал, что тот человек не мог никак это платить? Тот огромный долг только случился из-за того, что тот царь как-то очень добрый, что он всегда дал тот человеку то, что он попросил. И это точно наша ситуация перед Богом. У нас колоссальный долг. Человек сказал, «Ой, потерпи на мне, и все тебе заплачу». И он поэтому его простил. Самое главное, что хотя мы понимаем, что я не могу платить мой долг в духовном плане перед Богом, я это очень хочу делать. Это желание, которое самое главное. Если у нас есть желание платить тот долг, тогда он будет нам простить. И он ушел, взял другого человека, который должен ему копейки, и бросил тот человеку в тюрьме, в тюрьме, в тюрьме, в тюрьме, в тридцатом стихе, пока не отдаст долга. Конечно, если он в тюрьме, он не мог никак платить. Он не мог никак зарабатывать, он не мог никак платить долга. То есть, он ставил тот человеку в положение, где он не мог никак примириться с ним, где он не мог никак платить долга. Мы сможем и тоже так и делать с людьми. Ставить человека в положение, где он просто не может примириться с нами, он не может никак платить свои долга перед нами. И это кажется для нас нереально. Это кажется как мультик, как нереально в картине. И, конечно, Иисус имел в виду так, потому что Он хотел, чтобы мы поняли бы, что на самом деле мы в этом положении. Хотя мы считаем долг каждого человека, который у них есть к нам, нам надо вспоминать, что наши долгов перед Богом – это ужасно. Вспоминая, что каждый грех требуется смерть. Возмездие для греха является смерть. И столько грехов мы сообращили, столько грехов ты сообращил в свою жизнь. Миллиардов. И каждый раз это требуется, вечная смерть. Наши долгов перед Богом огромны. Когда мы чувствуем боль из-за того, что у людей есть перед нами долги, и есть, у них есть долгов не только в финансовом плане, но вообще в жизни. Это почти невозможно как-то справиться с такими чувствами, потому что это так обидно, что я дал тот человеку кое-что. Не только деньги, но прощение, общение, и он так сделал со мной. Это ужасно жить с этим. И мы знаем, как людей буквально, образом, с ума сходит из-за этих чувств. А как мы сможем тогда справиться с такими чувствами? Как я могу жить с этим человеком или просто с этим воспоминанием о том, что ему должен мне столько и не дал мне? Только я предлагаю, если мы будем брать этот совет Иисуса, то есть понять, что у меня сам есть огромный, колоссальный долгов перед Богом. Миллиард раз больше, чем у этого человека ко мне. Только в этом образом, я думаю, мы сможем как-то справиться с этим. То есть второй стих. Иисус придет, он будет нам призывать явиться перед Судным троном. И на Судном троне Иисусе это не просто да-нет. Хорошо, молодец, ты будешь жить вечно, а ты да-нет, ты налево. Он будет объяснить человеку, зачем ты в Царстве Божьем, или зачем ты будешь в трое разы умереть вечно. То есть будет какой-то разговор. И он будет цитировать моментов из нашей жизни, когда мы человека не простили. То есть все то, что мы сделали в этом жизни, простить, не простить, и это все-таки отношения, которые есть на самом глубине сердца человека. Он будет как-то вспоминать, и он будет как-то цитировать перед нами в Судном день. Поэтому мы видим важность наших отношений к людьми в этом жизни. Потому что каждый шаг, каждое отношение, которое у нас есть, в конце концов имеется в своих вот Суд, в своих разговорах на самом конце. Ладно, у кого есть вопросы, комментарии, споры? Есть же вещи, которые нельзя простить, во всяком случае, умыли. Ну, если есть вещи, то... Никак не могу перешагнуть через этот порог и вот простить. Боль такая, что... Ну, у нас все, по-моему, мы сможем все, наверное, сказать «Амин» к этому, что у нас все есть такие моменты против легенд. Но, и что помогает, и какой совет дать? Это оценить наши долгов перед Богом. И факт того, что Он нам простил, это единственный способ. Через того мы сможем тогда найти какую-то силу простить. Ну, хорошо. Я вот, например, молюсь так. Господи, научи меня прощать, как Ты меня прощаешь, но на самом-то деле я не прощаю. У меня то же самое. Ну, тогда, когда Иисус дал нам Отче наш, да? Прости наши долгов. Как мы будем... Как и мы прощаем. Да, как и мы прощаем. Молиться, то это очень сложно. Очень сложно. Потом я сегодня поняла с Вашей беседы... Вы что, сильнее об облах, что ли? Тихо. Детокрещение Вы поддерживаете. И что такое? Детокрещение. Нигде же не написано «Детей крестить». Да, конечно, это не написано. Идите, научите. Да. Я имею в виду, что надо перекреститься. Ну, Вы же взрослый или? Да. Вы же взрослый. Я сказал, что просто можно понять, кто первый, как какую-то, ну, первую степень, скажешь. Как бы защита. Ну, видите, я, например, по неведению и делала. Когда у меня маленький сын заболел, то я боялась, что он останется некрещеный. Конечно, я крестила. Ну, как крестила? Ну, по обряд делала. Нет. А вообще, Слово Божие говорит, идите научить, а потом крестить. Да, да, да. Надо научить, потом крестить. А как будет с этим человеком, который сказал, покайтесь, к Данкину не ходите. Покайтесь, покайтесь. А, тебя уже понравилось. Как это будет с этим человеком, а? Чтобы всех ходят. Ну, что мы читали, мне надо ему простить. Да. Нет, это несложно. Так, не выходили, а что ответствует ему. Понавалый.